Ну, говорят, что в нашей стране жить не очень хорошо. Многие и многие мечтают уехать за границу. Я был неоднократно за границей, и в частности в Америке. Честно говоря, у меня не возникло желания туда ехать, но всё время кажется, что вот, ну, интересно, а как же там люди живут? Может быть, что-то изменилось, и мне интересно было в связи с последними событиями, так сказать, там, ну, изменения президента, значит, другой президент, инфляция должна быть. Я решил позвонить своей сокурснице, которая живёт в Америке уже давно-давно-давно. Я когда-то был у неё даже в гостях, когда я был в Америке. Я к ней заезжал, там, две ночи у неё ночевал в доме, там, помню, с её мужем, американцем, как-то водочку пили, смотрел задумчиво в окно. Она жила в пригороде Нью-Йорка, там, ну, далеко достаточно. Вот, и у неё за, ну, вот огромное такое окно было на всю стену в кухне, в столовой. И там такой лес, белочки бегают. Вот, мне ещё тогда, помнится, захотелось, чтобы у меня было такое же окно, Ну, и чтобы у меня тоже белочки бегали. Ну, сейчас у меня такое окно есть, у меня тоже в столовой, ну, даже белочка заглядывала как-то. То есть, у меня тоже и лес, там, всё прочее есть. Итак, что же мне рассказала моя знакомая Тамара? Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, я, на самом деле, хотел взять у неё интервью. Я уже заготовил вопросы, договорился. Но, насчёт интервью она сказала, вот, снимать меня не надо, не надо, не надо. Ни в коем случае я тебе расскажу всё, что хочешь, задавай вопросы, всё, что знаю. Вот, но не надо меня показывать. Вот, ну, такая она стеснительна. Поэтому могу только пересказать, что она мне рассказала. Я ей хотел задать вопросы, сколько чего у них стоит, что почём, сколько зарабатывают, сколько коммуналка всякая стоит, продукты, ну, и прочее, жильё. Вот, поэтому эти вопросы я ей задал. Она мне на все вопросы ответила, что знала. Ну, это понятно, что её субъективная точка зрения абсолютно. То есть, вот, она рассказывала только про себя. Возможно, кто-то дополнит что-то, у кого... Ну, у многих есть знакомые, кто живёт, наверное, в Америке. Поэтому, ну, просто напишите, что говорят они. Итак, значит, вот, ну, сначала я спросил у Тамары, где она живёт, потому что я у неё был там лет 20 назад, наверное, когда она жила в пригороде Нью-Йорка, вот в этом самом... И уже я не знаю, где она сейчас живёт. Она сказала, что сейчас она находится во Флориде, вот. Но всё время, вскоре после того, как я её не угостил, они уехали в Кливленд и жили там. Жили там. Я посмотрел это. Ну, она сказала, что это Гайо. На берегу озера, значит, там находится Кливленд. Вот. Город недорогой. Вот. И когда я спрашиваю, говорю, слушай, но сколько стоит, скажем, электричество за дом? Вот. Ты живёшь в доме или нет? Она говорит, да, в доме. Вот, ну, жили в Кливленде. Свой домик. Ну, одноэтажный, естественно, так сказать, там, как у всех. Вот. Она сказала, что домик у неё был очень маленький. Тысяча square foot. Я перевёл это примерно 110 квадратных метров у меня получился. Домик, ну, такой, действительно, не очень большой. Вот. Она сказала, что за электричество где-то уходит примерно 50 долларов в месяц за электричество. Ну, я прикину, что это что-то сейчас. Ну, подороже, чем у нас немножечко. Подороже. 50 долларов в месяц за газ. Она сказала, 50 долларов примерно тоже в месяц уходит. И плюс ещё 50 где-то за воду. Вот такие платежи. Значит, что по поводу всякой канализации. Она говорит, что мы там подключены куда-то там. И там раз в три месяца. Ну, примерно 10-20 долларов в месяц, если раскидывать. Они платят раз в квартал. Вот такая вот коммуникация. И, ну, вот это вот всё буквально. И платит ещё, ну, она говорит, конда, конда, конда. Вот, да, всё, что вот я у неё спрашиваю, говорю, слушай, ну вот сколько чего стоит. Она сразу такая, ну, всё это очень сильно, значит, меняется. Всё очень сильно зависит от того, в каком штате, в каком городе, с какой компанией заключили договор. Всё очень-очень сильно разница. Вот. Ну, вот она говорила про себя. И ещё она сказала, что вот они платят какой-то кондоминиум, значит, там 60 долларов в месяц. Что это такое? Это значит, что, что такое кондоминиум? Это, ну, ТСЖ по-русски говоря. То есть, как бы, есть товарищи собственников жилья, какая-то управляющая компания. И вот туда она платит, ну, как бы, они заключают договор, значит, там, с управляющей компанией, там, и так далее. Всё делают, там, 60 долларов в месяц ещё. Итого получается, значит, 50 электричества, 50 газ, 50 вода, 20 долларов канализации и 60 долларов кондоминиум. Получается 150, 170 плюс 60, 230 долларов в месяц. Это уходит на жильё. Дом у них свой, значит, в доме она живёт одна. Опять же, там, зависит от того, сколько человек живёт. От газа, отопление, там, что-то зависит от того, какие окна, какая крыша, какие стены. Значит, по толщине тоже от этого как-то что-то зависит, сказала она. Ну, она сказала, что всё, ей надоело там жить. Она решила уехать пожить в Турцию. Вот так вот. Да, у неё есть там какой-то пассивный доход. Говорит, я решила пожить в Турции, так сказать, там, ну, может быть, 3 месяца, может быть, годик. Посмотреть, значит, там, отдохнуть и вообще развеяться. Ну, взяла билет в Турцию. Значит, смотрите, ну, она такая ветреная женщина, немножечко так, ну, импульсивная, я бы сказал, не ветреная, импульсивная. Вот, эмоциональная очень. Она всегда была, насколько я помню, она и сейчас такая осталась, всегда жизнерадостная. Она ко всем проблемам относилась легко, с улыбкой и, в общем-то сказать, ну, как бы не заморачивалась насчёт этого. Вот. Несмотря на то, что у неё проблемы были, конечно. И из-за коронавируса ей билет сначала, значит, ну, перенесли рейс на другое число, потом ещё перенесли, а потом просто вернули деньги, сказали, ну, всё, не полетишь ты в Турцию из-за коронавируса. Ну, тогда она плюнула на всё и сказала, тогда я поеду во Флориду жить. Хочу купить себе здесь домик. Вот. И поэтому вот сейчас вот, когда я с ней разговаривал во Флориде, там было тепло, я спрашиваю, ну, а как же ты во Флориде собираешься? Вот. А во Флориде сколько это стоит? Ну, во Флориде она сказала, что, ну, там, электричество, газ, вода, это, ну, конечно, подороже, но ненамного. А вот, ну, она говорит, кондо, кондо, значит, они там называют коротко кондоминиум. Ну, вот, то, что ТСЖ говорит, но если будет очень-очень маленький домик, совсем-совсем малюсенький, и где-то там, ну, зависит от района, конечно, вот, то это будет 400 долларов в месяц кондоминиум. Ну, вообще говоря, нормальная сумма это полторы тысячи долларов. Я не знаю, насколько я понял, что денег-то у нее нет своих, поэтому в кредит собралась брать все это с учетом кредита, не с учетом кредита, я так и не понял. Вот. Но где-то, говорит, нормально это полторы тысячи долларов в месяц. Плюс все остальное, вот это вот 50-50-50, ну, там, 200 набегает еще. Значит, 1700 долларов жилье в месяц. Причем, я говорю, а что такое кондо? Ну, это просто отдал деньги и забыл, и все. Но, правда, за эти деньги освещение, значит, делается, дороги, я так понимаю, ну, там, снега нет, дворники какие-то там стригут что-то там и так далее, то есть, ну, какой-то уход, наверное, есть. И она говорит, что если крыша, например, там снесет, то крышу за эти деньги тоже чинят. Вот. То есть, то ли это как страховка идет, не знаю. Вот за что я купил, за то и продаю, на самом деле. Что дальше? Ну, я говорю, хорошо. Сколько у вас стоит машина? Ну, значит, когда я у нее был в Америке, у нее была, сейчас, ой, и не вспомню, какой-то Аурис или Аурус, какой-то, то ли Кадиллак, то ли, не помню. Вот. Ну, вот, есть, она там меня куда-то отвозила на этой машине. Меня за роль она отказалась сажать, потому что говорит, не-не-не-не, ты не вписан в страховку. Вот. Ну, говорит, что вот недавно купила сыну, да, значит, у нее здесь в России были двое детей, значит, Ромик и Вадик. Она их сначала там несколько лет пожила, когда, ну, так сказать, когда более-менее там у нее определилось, как она будет жить, потому что очень тяжело были первые годы, это я точно знаю. Вот. Значит, она забрала детей, дети уже закончили школу, так сказать, там, ну, Ромик еще, может быть, что-то помнит по-русски, Вадик точно не помнит ничего по-русски, там же родила она еще девочку, насколько я понял. Вот. Дети живут отдельно, Ромик уже зарабатывает, там, говорит, какая-то компьютерная фирма, берут компьютеры, что-то сломанное восстанавливают, продают, вот, зарабатывают, в принципе, ну, нормально, доволен. А Вадику вот купили машину за 4 тысячи долларов, Toyota Prius 2008 года, бэушную. То есть, ну, они не богатые, не бедные, и, ну, 4 тысячи долларов, ну, наверное, у нас такой же примус можно купить за 4 тысячи долларов, это 8,432, 320 тысяч, не, наверное, подороже он обойдется у нас. Вот. Что дальше, спрашиваю, бензин. Бензин, ну, она, говорит, тоже все зависит от того, где ты покупаешь, на какой заправке, может быть, в одном городе, буквально на одной и той же дороге заправки с разным бензином, но примерно, вот, она какие-то базовые цены, ну, она, естественно, экономит там, 2,39, 2,60, 2,90 доллара за галлон, она сказала, ну, это вот, ну, 95-й там обычный бензин заправляет. Ну, сколько это, я говорю, там надо перевести, вот, ну, она, говорит, ну, полный бак это 30-40 долларов где-то, вот так. Ну, то есть, я прикинул где-то, ну, если дороже, чем у нас, то ненамного, примерно так же. Вот. Дальше, значит, следующий вопрос меня интересовал, страховка. Сколько стоит, ну, ОСАГО? Потому что я-то знаю, что, скажем, ну, в Европе ОСАГО стоит сильно дороже, чем у нас, у нас там где-то 10 тысяч рублей стоит. А ребята на ОСАГО, в общем-то, скажем, денежки, буквально там финансовый план откладывают, что в сентябре надо за ОСАГО платить, значит, за страховку на машину, как бы вот эту обязательно, вот, то есть, это существенно. Я говорю, сколько стоит страховка? Она говорит, ну, опять же, зависит от компании, зависит от условий, значит, сколько там водителей и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Мы, говорит, там страховой агент, значит, пришел, и он удалось сэкономить, короче говоря. Вообще говоря, страховка, так вот, если обычная, должна была стоить в районе двух тысяч долларов, вот, ну, они купили, значит, комплексную страховку какую-то, значит, в одной страховке вписан и дом, и машина. Вот, как бы так как-то, вот, она, говорит, за тысячу двести долларов уложились, ну, это очень-очень здорово, так вообще, говорят, две-три тысячи долларов, и, ну, одновременно страхуют и дом, и машину. Без страховки там никто не живет в доме, и никто не ездит на машине, естественно. Вот такие условия, то есть, тысяча двести долларов страховка за машину. Ну, дальше было интересней сильно. Я говорю, ну, а зарплата какая? Ну, как бы о зарплате вроде как не принято спрашивать. Я говорю, слушай, ну, как-то вот, какая средняя зарплата, скажем так? Ну, она говорит, ну, как, говорит, какая-то минималка у нас, вроде бы, говорит, 10 долларов в час, она такая и осталась, в общем, так сказать, говорит, вот, по-моему, говорит, такая. Такая минимальная зарплата, 10 долларов в час, она такая и есть. Я говорю, ну, что, реально платят такие деньги? Да, реально платят. Я говорю, за восемь часов платят? За восемь часов, то есть, 80 долларов в день получается, ну, я прикинул, умножить на 24, где-то в районе двух тысяч долларов в месяц. Вот, ну, да, где-то две тысячи долларов в месяц у меня получилось. Ну, она говорит, ну, это минималка, значит, там, ну, есть люди, которые много получают. Естественно, все зависит от разных, значит, как бы условий, какая компания, какая квалификация и так далее. Вот, говорит, например, Ромик у меня, говорит, много получает, 13 долларов в час или 14 долларов в час. То есть, понимаете, да? Минималка 10, 14 уже считается много. То есть, разница между минималкой и хорошей зарплатой 40%. Ну, так, ну, какие-то, так сказать, руководства, наверное, много получает, но дальше еще интереснее было. Вот, ну, как-то, я говорю, слушай, как-то, ну, как при социализме буквально, чуть ли не уравниловка. Вот, дальше интереснее. Я говорю, ну, хорошо, а сколько стоит медицинская страховка? И тут она говорит, Юра, лучше об этом не говорить. Никаких нет слов, кроме мата. Вообще полный кошмар, полный ужас, полный, вообще, вот, офигеть, короче говоря. Вот это все, говорит, просто, ну, как-то, это все ужасно, говорит она. Это все просто полная жуть. Я говорю, ну, хорошо, ну, говорю, ну, сколько же все-таки. Ну, это зависит от компании, от штата и так далее. Как вы уже понимаете, говорит она. И я говорю, ну, все-таки, там, ну, говорит, многих страхует компания, есть какая-то, значит, там, типы страховок, естественно, разные, в какие-то входят, в какие-то не входят. Я говорю, ну, по минимуму сколько? По минимуму, говорит она. Да, там обычно всю семью страхуют. Так, чем больше народу страховки вписано, тем дешевле на человека получается. На себя и на ребенка, говорит она, минимальная страховка, 360 долларов в месяц. Я говорю, что туда входит? Она говорит, ничего, превентив. Говорит, там, превентив только входит, говорит, не знаю, что это такое. Значит, ну, говорит, это раз в год прийти, ну, типа, в доврачебный кабинет, врач посмотрит, значит, скажет, ну, вот вам надо сдать анализы, анализы платные, анализы сдаешь. И он назначает addiction. То есть, ну, назначение, то есть, сходи к такому врачу, сходи к такому, сходи к такому. А дальше, говорит, идем к врачу, врач смотрит, все шикарно вообще, значит, там, врач очень квалифицированно все делает, значит, там, дает какие-то рецепты выписывать, все, что надо. О деньгах врач вообще не заикается, потому что врач вообще ничего не знает о деньгах, говорит она. И человек уходит из поликлиники, все нормально. А дальше уже в поликлинике, говорит, есть отдел биллинга, и этот отдел биллинга присылает бил. Вот, и тут уже волосы дыбом встают. И говорит, ну, откуда такие деньги вообще, за что? Вот, ну, то есть, там какие-то умопомрачительные суммы. Вот, говорит она, и начинаешь звонить туда, ну, до врача дозвониться вообще нельзя, врач говорит, я вообще о деньгах не заморачиваюсь. Это в биллинг звонит, значит, там, ну, как бы справочная, там, в отдел биллинга, отдел биллинга тоже не особо разговаривает, говорит, ну, спрашивает, за что? Она говорит, ну, код 1574, вот, как бы, за это. И все, дальше никаких объяснений, говорит, не нравится, не ешь, типа, вот так вот. Ну, я говорю, слушай, ну, вот кто-то рассказывал, что, говорит, уехал в Америку, значит, и там где-то там покатался или еще что-то, короче говоря, руку сломал. Ну, там, тяжелый случай, там, перелом, там, открытый буквально, вот, говорю, а выставили счет на 15 тысяч долларов. Вот, говорит, что, реально? Она говорит, ну, вполне, запросто, 15 тысяч долларов запросто могут выставить такой счет. Говорит, легко, то есть, я ничуть не удивлена, все нормально здесь так. Вот, вот такая вот медицина. И я говорю, слушай, ну, а как же так, вот, живете, да, например, на 10 тысяч долларов в час, значит, это получается, ну, где-то 2000 долларов в месяц. Из них во Флориде 1500 долларов в кондоминиум, плюс 200, значит, это самая коммуналка, 1700 долларов. Остается 300, из них 360, это минимум медицинская страховка. Ничего не остается. То есть, либо ты ищешь другую, еще одну работу, либо, либо, не знаю, что, либо ты другое жилье ищешь, где там это самое, совсем-совсем в глухом районе. Ну, там, где будет кондоминиум, вот, 400 долларов в месяц, тогда как-то, но это будет уже совсем другой район. Вот, то есть, она говорит, ну, вот так вот. Вот, я говорю, ну, а как же, вот, люди выживают. Ну, говорит, ну, как она работает? Она работает, ну, когда она только приехала, она там, бэйбиситтером была в свое время, значит, ну, достаточно долго. Вот, потом вышла замуж за американца, работала в какой-то там, то в компьютерной фирме, то еще где-то. В общем, сказать, последние годы достаточно долго работает, с одной стороны, она работает риэлтором, и, насколько я понял, как риэлтор, она работает типа ИП у нее. И одновременно она работает соцработником, ну, вот, за эти самые, там, 10 долларов в час, то есть, примерно у нее две тысячи, и две тысячи как риэлтор, и плюс как риэлтор она давно работает, поэтому она себе там, я так понял, прикупила где-то там в Кливленде квартиры, которые сдаются, и дают ей пассивный доход. Вот, ну, она говорит, что в Кливленде на этот пассивный доход еще можно как-то прожить, а вот во Флориде уже нет, уже придется работать. Вот, ну, как бы она, как риэлтор, собирается работать, или не знаю как, ну, сработать там, насколько я понимаю, ну, можно найти работу, вот. Ну, а в Турцию она хотела на пассивный доход лететь. Вот так вот, насколько я понял. И я говорю, слушай, ну, как же, так сказать, как-то вот уже не очень хочется в Америку лететь. Она говорит, приезжай, приезжай, ты че, здесь классно, все находят себя абсолютно, русские живут вообще все шикарно. Вот, ну, как русские, говорит, русскоязычные, да, я говорю, ну, а говоришь ты вот как бы, ну, в обычной жизни, в основном на английском или на русском, ну, говорит, 80% по-русски говорю, вот так вот. Вот, то есть, кругом русские клиенты, которые покупают недвижимость, русские, так сказать, ну, как бы, естественно, ей подбирают клиентов, которые по-русски говорят. Вот, поэтому русских там очень много, и, ну, английский, естественно, она знает хорошо. Уже, когда улетала, вообще ничего не знала. Вот, ну, то есть, надо вот подрабатывать. И, я говорю, ну, а сколько же там стоит жилье? То есть, например, ну, если я вот хочу снимать, например, да, жилье, ну, говорит, ну, как снимать? Ну, если ты хочешь снимать жилье, то ты будешь платить где-то, ну, тысячу-полторы в месяц ты будешь платить за съемное жилье. А если покупать, то практически, ну, буквально столько же, ну, а за то жилье будет твое. Вот, ну, за что продал, за то продаю. Вот, за что купил. Ну, она говорит, ну, русские живут хорошо в Кливленде, там все покупают. Говорит, по Кливленду я могу сказать прекрасно, сколько стоит жилье. Говорит, ну, маленький домик, вот, типа, моего, типа, тысяча square feet стоит где-то в районе 270 тысяч долларов. Ну, русские обычно покупают жилье получше, значит, где-то за 500 тысяч долларов. Все покупают, живут шикарно, говорит, все хорошо у них. Я говорю, а где деньги берут? Ну, не знаю. Короче говоря, я так понял, что живут, ну, в Кливленде, естественно, вот, в Кливленде, там, ну, она сказала, что очень здорово развита медицина. И туда и едут люди русские, русскоязычные, там, с медицинским образованием, и они там неплохо живут, все устраиваются, как бы, вот так. И я говорю, ну, слушай, ну, как-то вот, как же это выжить? Ну, она говорит, вообще, пипец полный. Вот, ну, говорит, вообще, так сказать, как бы, нереально, все плохо. Она говорит, да нет, не все так плохо. Говорит, это, говорит, мне так плохо, потому что я работаю. А люди, которые не работают, получают больше. Да, я сейчас спросил насчет коронавируса, она там, ну, когда мы с ней разговаривали, мы где-то 40 минут с ней разговаривали, она прервалась, говорит, Слушай, я сейчас позвоню, мама звонит, там, бывший муж в Кливленде везет ее маму на прививку от коронавируса. Вот, и надеется сам тоже, так сказать, там в очередь встать, и, может быть, кто-то не придет, потому что записаться нереально. Вот, может быть, кто-то не придет и собирается сам сделать прививку. Прививка от коронавируса всем бесплатна, и идет абсолютно бесплатно. Если кто-то попытается за деньги ее толкнуть, то в тюрьму сядет, потому что только за счет правительства прививка. Вот, ну, как-то вот так. Говорит, маму везет. Я говорю, ну, а мама как? Мама довольно как слон. Ну, вы понимаете, что если она моя сокурсница, у нее, значит, ну, примерно ровесники мы, да, как вы понимаете. Вот, ну, а мама, наверное, постарше будет. То есть маме уже где-то в районе 80 лет довольно как слон. Мама живет в каком-то социальном жилье. Ну, там, правда, в основном, конечно, темнокожие все, значит, там такие. Это жилье, ну, для пожилых, там, и для небогатых. Медицинское обслуживание абсолютно бесплатно. К маме приставлен социальный работник, к маме приставлена, значит, там еще горничная есть. Значит, медицина абсолютно бесплатная. Три раза в день их вывозят на какие-то мероприятия, развлекают. Там где-то, так сказать, какой-то учебы какие-то там эти. Говорит, надоело, я не хочу туда ехать, говорит мама. Говорит, а там и кормят бесплатно тебе в ресторане, и все, значит, не хочу. Вот так вот. Говорит, домик этот стоит, ну, квартирка нормальная, квартирка, в принципе, по нашим меркам. По их меркам небольшая, конечно, крохотная. По нашим меркам очень даже нормальная, там, типа, двухкомнатная получается на наши, если, как бы, сравнивать, говорит, на берегу озера, из окна вид на озеро шикарнейший. Значит, тут тебя возят, тут тебя, значит, кормят, все бесплатно абсолютно. Значит, ну, платит она за маму что-то, говорит, то ли 20 долларов в месяц, то ли 60, что-то такое. Это все. Вот, все остальное у мамы бесплатно. И мама говорит, ну, ничего, ты, значит, говорит ей мама, вырастешь, станешь тоже вот на пенсии, и у тебя тоже будет все шикарно так же, как у меня. Говорит ей мама, а она говорит, а я говорю маме, что нет, потому что вот так хорошо живут только бедные. А я, говорит, не бедные, потому что у меня есть там и недвижимости, и машины, и так далее. Я, говорит, не бедные. А не бедные, значит, там работают, и не бедные получают, ну, грубо говоря, меньше, чем бедные, потому что вот у нее двое детей, значит, Ромик работает, получает сколько там, 14 долларов в час, а Вадик не работает. И у Ромика там, что-то там, 700 долларов в неделю, что ли, получается. У Ромика, а у Вадика что-то 600 долларов, то есть, короче говоря, и при этом Вадик ни за что не платит, то есть у Вадика получается больше. Еще один момент, она говорит, что, говорит, ну, летала как-то, ну, куда-то там, не помню уже, зачем она летала, в Лос-Анджелес, и через, рейс был через вот этот Лас-Вегас. Говорит, весь самолет были негры, вообще, там, белых там, говорит, ну, там, вот раз-два обчелся. А эти, значит, они нигде не работают, полетели в Лас-Вегас развлекаться, вот так вот. Вот, говорит, приезжай, бедным здесь вообще шикарно, запишешься в бедные вообще, значит, если не захочешь быть богатым, пожалуйста, бедные, пожалуйста, записывайся, все. Если захочешь работать, будет, конечно, поменьше денег, но зато ты работаешь, вроде как, есть перспективы у бедных, особых перспектив там нет, там, купить жилье и так далее. Ну, у них там есть какие-то ограничения, вот, по покупке, но зато ты живешь, и все шикарно. Ну, вот, как бы, вот такие противоречивые у меня, как бы, впечатления от этого. Вот, странные, как-то, вот, с одной стороны, я смотрю, думаю, блин, чтобы работать и зарабатывать, ну, как-то прилично жить, надо как-то вкалывать. Вот, ну, она говорит, что Ромик, говорит, вот, работает за 14 долларов в час, живет, ну, домик там неплохой у него, в принципе, ну, не тысяча скверфут, побольше, там, две, по-моему, где-то она сказала, вот. У него семья, один ребенок, значит, жена не работает, все хватает им вполне себе. Ну, жена, если не работает, то понятно, что она, как бы, ну, что-то там получает, там, за ребенка, за еще за что-то, ну, вроде как, хорошо живут. Ромик денег не просит, значит, Вадик тоже денег не просит, потому что он бедный, его государство содержит. Ну, а у Тамары, значит, есть пассивный доход. Вот такие какие-то противоречивые вещи. То есть, я не понимаю, государство стимулирует, чтобы люди не работали, получается. И я говорю, ну, а с медицины там Обама Кэр была, тут Трамп пришел, все это отменил, он говорит, да вообще ничего не меняется. Трамп ничего не отменил, там, сказать, и как бы, что было Обама Кэр, а так она и осталась, значит. Трамп, ну, значит, обещал, что всем выплачивает там ежемесячно по 1200 долларов, значит, в период пандемии, говорит, ну, один раз мне все это пришло. Ну, сейчас вот пришло какое-то сообщение, что ждите еще счета, значит, будет там чек еще один. Вот, ну, как бы, и все. То есть, ничего никто никому не платил. Бедным платили, да, а ей нет. Вот, вот так. Вот, ну, я был сильно удивлен на самом деле. Вот, ну, другой мир, другая жизнь. Если вы с чем-то не согласны, если у вас есть знакомые, и они, как говорят, другие, напишите об этом, пожалуйста. Ну, вот, я с ней 40 минут беседовал, я так и не понял, в общем, сказать, до конца, как же там они живут. Кто-то говорит, хорошо, кто-то плохо, и вот они, как бы, жилье 270 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, все покупают. На что покупают, непонятно, как покупают, непонятно. Вот, ну, мы с ней сошлись на мысли, что, в общем, сказать, когда-нибудь это может кончиться, и чем это кончится, непонятно. Ну, говорит, расхлебывать будут те, кто будет после нас. А мы пока живем. Вот так. Ну, на сегодня все. Пишите комментарии. С вами был Демитков Юрьев. До встречи. С вами был Демитков Юрьев.